Ты ожидал, что Леон поднимется на такой уровень? Знал, что рано или поздно придется встретиться с ним? Или такого не было? Признаться честно, нет. Я видел в нем слабака, видел того, кто выбирает бои полегче. Думаю, если надавить туда, куда следует, то он выдаст свое нутро и сдастся. Тогда как ему удалось стать чемпионом? Да это все удача и подходящее время. Истинная случайность. Над ним доминировали, а ему повезло попасть ногой. Он дрался не с тем Усманом, с которым дрался я. Не с пиковым, 30-летним, голодным и желающим кого-то покалечить. Камару теперь выступает не ради славы, он выходит только ради чека. Я не вижу в нем того самого чемпионского голода. Возможно, это старение. Но с другой стороны, я вижу Леона. Леона, который тупо морозится и не хочет защищать свой чемпионский пояс. Почему он не говорит о защите? Почему он не старается продать следующий бой? Зачем он глушит шум и изображает из себя непобедимого? Для меня это многое сказал о нем. В нем нет голода и драйва подниматься по утрам и рваться на защиту пояса против того, кто может лупить его 25 минут. Я погружу его в дискомфорт, а это явно не то, что ему по душе. Я хочу изменить мышление этого парня до конца его дней. Хочу, чтобы он всегда думал о Колби. Хочу преследовать его во снах по ночам. Мне долго не давали зеленый свет, но теперь выкрутиться не выйдет. Я учился на своих ошибках, и я не хочу позволять судьям лишать меня победы. В этот раз все будет по-моему. Я большой приверженец визуализации, и каждый день, приходя в зал, я вижу себя в октагоне, и то, как Дана Уайт и Дональд Трамп надевают на меня пояс. Я вижу, как это произойдет. Я ощущаю это. Я действительно верю, что это моя судьба. Никто не сможет меня остановить. Они могут говорить, что «Ой, да ты не заслужил, ты много болтаешь». Но судьбу нельзя отрицать. Ты ожидаешь легкого боя или думаешь, что придется рубиться? Знаешь, мне нравится рубиться. Если все будет именно так, я только приветствую. Но я вижу, что я одержу чистую победу. Это можно увидеть и по реакции Леона. Он ведь ни слова не проронил пробой. Он боялся его принимать, он не хотел, и он отказывался потому, как понимал, что я топовый соперник, который хочет показать, кто настоящий чемпион. Думаю, его молчание — это защита. Он понимает, что грядет, и видит, кто одержит чистую победу 16 декабря. Каким чемпионом ты хочешь быть? Как будет выглядеть твое правление? Я хочу быть активным чемпионом. Хочу вернуться и подраться в марте. Я на пике силы хочу драться с лучшими. Ведите их ко мне. Хочу лучших боев, которые могут предложить. И я снова сделаю полусредний вес великим. Перерыв, после которого Колби возвращается, а я напомню, что прошло почти два года, это самый долгий перерыв, после которого не чемпион получал право драться за пояс. Да, Сент-Пьер дрался за пояс, потому что уходил чемпионом. У Джона Джонса была похожая ситуация. Только вот Колби никогда не был неоспоримым чемпионом. Он простаивал почти на целый год дольше, чем другие бойцы. Как думаешь, почему ему дали титульный бой после такого долгого перерыва? Ну, я даже не знаю. Не могу ответить тебе на этот вопрос. Это решает UFC. Даже не представляю, чем они могут оправдать такое решение. В марте они тоже звали его на взвешивание. А зачем? Непонятно. Наверное, у него привилегии Даны Уайта. Колби не заслуживает боя за пояс. Все, кого Колби побил за эти пять лет, уже отправились на пенсию. Ему скармливали угасающих бойцов. Тех, которые были на закате карьеры. Но он все равно почему-то вбил себе в голову, что заслуживает то, чего, но никак не заработал. А UFC поддерживает его в этом. Поэтому получается как-то так. Я подготовился, я готов, и покажу ему, с каким уровнем бойца он столкнется. Ведь если судить по его настрою, то мне придется иметь дело с бойцом на пике сил и полным уверенности в себе. Он должен быть сильным. Не могу дождаться. Думаешь, UFC хотят, чтобы он победил? Возможно. Возможно. Может, так оно и есть. Только вот с этим у них будут проблемы. Даже не знаю. Для меня это не важно. Я всю жизнь был андердогом в боях. Мои соперники всегда были фаворитами. В этот раз ситуация такая же. Всю жизнь я рос над собой, преодолевал это. И это всегда работало в мою пользу. Ничего необычного. Что тебя больше всего беспокоит в способностях Колби? Сказать по правде, то, наверное, ничего. У него есть только хорошее кардио. Никто не говорит о его навыках. Никто не говорит о его преимуществах. Всю карьеру он был бойцом, который просто идет вперед. Но все не прекращают говорить о его выдержанном темпе боя против Робби Лоулера. А сколько прошло? Лет, наверное, десять. А ведь это был уже не тот Робби Лоулер, который побил Рори Макдональда. Колби побил того Робби, который уже был на закате карьеры и собирался ее завершать. Если бы мы дрались пару лет назад, то, возможно, бой был бы гораздо сложнее. Но сейчас я не вижу для себя никаких проблем. Когда ты остаешься дома один и думаешь про этот бой, ну, например, перед сном, каким ты видишь его исход? Думаю, все начнется очень быстро, и я остановлю Колби в раунде втором или третьем. Либо нокаутирую, либо засабмичу. Тут, понимаешь же, в чем дело? Он слишком бездумно ведет свои бои. С таким, как я, нельзя быть таким. Я намного лучше, чем Колби, и я действительно в это верю. А он верит в свою ебанутую носорогость. Только вот этого будет недостаточно в бою со мной, и я покажу ему это. Шавкат, спасибо, что присоединился к нам. Первый вопрос, который я хотел бы задать... Тебе когда-нибудь доводилось драться с кем-то, кто дерется в стиле карате? Как Вандербой. Нет, такого никогда не было. Два его предыдущих соперника победили его при помощи борьбы. На протяжении всей недели Вандербою задавали вопрос. Ты думаешь, Шавкат будет драться в стойке? Он отвечал, нет, он будет бороться со мной. Что ты об этом скажешь? Все будет зависеть от того, как он покажет себя. Но я считаю, что мои навыки в стойке нисколько не хуже, чем у него. Думаю, у меня получится побить его и без борьбы. Ты изучал записи боев Стивена Томпсона? Да, я смотрел его бои. Есть ли хоть что-то общее между бойцами, которым удалось побить Стивена в стойке? Насколько я помню, то никому не удавалось переиграть его в стойке. Но я не могу не указать на то, что он иногда промахивается. Я, конечно, ни разу не видел, чтобы он проиграл удушением. Я помню только то, что Энтони Петтис побеждал его нокаутом. Что можешь сказать про главный бой? Имею в виду бой Ковингтона и Эдвардса. Они, конечно же, оба хорошие бойцы, но преимущество на стороне чемпиона. Леон не просто так стал чемпионом. Думаю, что Колби будет моим следующим соперником. Как думаешь, тебе дадут титульный бой, если побьешь в андербоя? Не могу знать. Все зависит от того, что скажут UFC. Но, как по мне, Белал Мохаммед тоже этого заслужил. И, насколько знаю я, он будет подстраховывать главный бой. Ну а так... Да, я готов. Итак, давайте поздороваемся со Стивеном Вандербоем Томпсоном, с которым мы не виделись довольно-таки давно, и которому предстоит бой против непобежденного Шавката Рахмонова. Вандербой, рад тебя видеть. Как твои дела? Да все замечательно. Я тоже очень рад тебя видеть. Дел было по горло. Подготовка прошла замечательно. С детьми возился, сам взял пару уроков. Было дико, было безумно, но я такое люблю. Мне предложили бой с Шавкатом, который в рейтинге выше, чем я. Он не только выше в рейтинге, так еще и один из самых опасных бойцов UFC, особенно в полусреднем весе. Непобежденный, все победы досрочно, суперсильный, супержесткий. И я думаю, что пришло то самое время, когда мне нужно что-то доказать. Я смотрю на этот бой как на благословление, которое позволит подраться с тем, кто выше меня в рейтинге, и доказать миру и UFC, что я заслуживаю боя за пояс. Поэтому, если я смогу сделать то, что запланировал сделать с Шавкатом, то наверняка я получу право драться за пояс, может быть, уже в следующем году. Хайп, который окружает Шавката. Имею в виду все разговоры о том, что он хорош во всем. Хороший ударник, хороший грэпплер, что он предпочитает именно драться. Я понимаю, что, выходя против него, и опираясь на сомнения людей по поводу того, что я хреново дерусь с грэпплерами, ведь Гилберт Бернс целый раунд мог удерживать меня в партере, такие бои вообще никого не заводят. Я ведь даже и представить не мог, что за такое могут отдать победу. А вот Шавкат, он боец, который, входя в октагон, готовится именно к драке, а не к тому, чтобы заодеялить тебя ради победы. Он либо вырубит, либо задушит нахрен. Вот это я понимаю бой. Именно ради этого я в UFC. Я хочу выйти и проявить себя против одного из лучших, сделав это красиво, чтобы и UFC, и фанаты получили свою долю зрелища и наслаждения. Когда я дерусь с такими, как Шавкат, мне кажется, это выдавливает лучшее из меня самого. Поэтому я выйду, устрою шоу, и докажу UFC, что я заслужил право драться за пояс. На этом все, друзья. Выпуск переведен и озвучен командой Труджим. Поддержите видео лайком и комментарием. Для нас это важно. Всем добра и удачи. Пока.